Чёрная пятница Для большого потока покупателей на дорогах возникали такие автомобильные пробки, что на картах трассы окрашивались в чёрный цвет. В наше время Чёрная пятница обрела мировой характер. И в России почти все розничные компании объявляют 11 ноября днём скидок. Мы все знаем, что в Чёрную пятницу многие компании предлагают очень серьёзные скидки на свои товары. И это не совсем маркетинговая стратегия, это скорее бытовая стратегия, потому что их цель продать. Это краткосрочная цель. Маркетинг, он пытается сформировать долгосрочные отношения. Чёрная пятница эксплуатирует нашу ограниченную рациональность. Мы не замеряемся с заменой изменения динамики цен. Нам просто предъявляют высокие скидки. Если рассматривать российский розничный рынок, то традицию проведения Чёрной пятницы эксперты из сферы маркетинга оценивают неоднозначно. Всё дело в теории, где говорится о рациональном потреблении и концепте одного дня скидок, которые зачастую скрывают за собой абсолютно такую же цену, о которой она была до Чёрной пятницы. Так, перечёркнутые жёлтые и красные ценники – классический трюк, который создаёт у человека иллюзию выгодной покупки и заставляет приобрести товар. Ведь скидка скоро закончится. Это второй приём от продавцов – манипуляция ограниченным временем и психологическое давление на покупателя. Мы хотим избежать потерь. Если, например, вы купили новый телефон и радуетесь его приобретению, а потом потеряли телефон, горечь от потери будет в два раза сильнее радости от его приобретения. На просторах интернета можно найти выражение «агрессивный маркетинг», но на деле описанные ранее способы взаимодействия с клиентом не имеют никакого отношения к настоящей отрасли в экономике. Качественный и верный маркетинг выступает против агрессивных продаж и завлекания покупателей на якобы огромные скидки. А чтобы защитить свой кошелёк и не потратиться на импульсивные покупки, о которых в будущем можно пожалеть, эксперты из мира маркетинга рекомендуют в первую очередь не торопиться с покупкой, даже если на вас психологически давят. Критически относиться к любому предложению, если оно кажется вам невероятно выгодным. Ведь на деле подобные способы быстрой продажи придуманы задолго до появления его в магазине. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости.